друзья всем привет и сегодня у нас очень интересное видео скоро холода а у меня есть вторая мастерская который многие из вас видели в моих видео она небольшая всего лишь 15 квадратов и там стоит шиномонтажное оборудование зачастую я там работаю но зимой там холодно устанавливать отдельный котел и от своего котла проводить туда трубы не охота да и вешать радиаторы подводка разводка спайка это целый геморрой и трудозатратно поэтому я решил приобрести на озоне электронные конвекторы фирмы балу вот с таким вот инвертор нам блоком управления трансформер digital инвертор я почитал очень много отзывов посмотрел очень много видео рассмотрела различные варианты взвесив все за и против я пришел к тому что нужно заказать вот эти вот самые электронные конвекторы и к ним отдельно я докупил инверторный блок управления в моем случае свою шиномонтажную мастерскую я буду устанавливать два конвектора который буду подвешивать на стены остальные 8 конвекторов я чуть позже планирую установить свою летнюю кухню с табором и бани которая в процессе строительства поэтому дополнительно я взял 6 комплектов шасси для напольной установки конвекторов давайте же сейчас скроем два конвектора два блока управления пробежимся чуть-чуть по техническим их характеристикам по их преимуществам потом я установлю два конвектора свою шиномонтажную мастерскую и мы попробуем их в работе этими блоками управления можно управлять через телефон через вай-пай для этого нужно скачать специальное приложение но это все в дальнейшем сейчас распаковываем коробочки смотрим ознакомимся с техническими характеристиками а потом их устанавливаем поехали распаковываем коробочки упакована все четко ну вот друзья распаковал я два конвектора два блока управления инвекторного типа конвектором в комплектации в коробочке шли кронштейны чтобы подвесить их на стену вот в этих вот пакетиках саморезы и пробки для того чтобы прикрутить кронштейны к стене а также руководство по эксплуатации к блокам управления инверторного типа комплектации шли руководства по эксплуатации болтики для того чтобы прикрутить блок управления конвертеру сам конвертор со штекером папа и выносным датчиком температуры как я уже и говорила ранее блог управления к отопитель ному модулю приобретается отдельно. И их три вида. Есть механический, есть электронный и есть инверторного типа, такие как у меня. Я решил себе приобрести под свои отопительные модули на каждый блок управления инверторного типа. Прежде чем приобрести отопительный модуль, у меня был выбор, какой же мощности конвектор установить. И все это зависит от площади помещения. Можно установить на 1 кВт, на 1,5 кВт, на 2 кВт и на 2,5 кВт. И вот этот вот самый блок управления можно ставить на конвектор мощностью 1 кВт, 1,5 кВт, 2 кВт и 2,5 кВт. Я же себе решил приобрести конвекторы мощностью по одному киловатту. В моем случае это предостаточно. Отопительный модуль в киловатт мощности способен отопить площадь до 15 квадратных метров. У меня шиномонтажная мастерская всего 15 квадратных метров, но я же решил туда поставить два модуля и чуть-чуть их разнести, тем самым будет равномерное отопление. В отопительных модулях Балу установлен монолитный X-образный нагревательный элемент, который является самым эффективным на сегодняшний день. Эти конверторы выходят на рабочую температуру на 20% быстрее, имеют сверхкомпактные размеры и увеличенную площадь теплоотдачи. А технологии, друзья, их запатентовано. Сам же блок управления Digital Inverter плавно регулирует мощность прибора и очень точно поддерживает заданную температуру. Такой режим работы блока позволяет экономить электроэнергию до 70% по сравнению с использованием обычного механического блока управления. Технология запатентована. К уникальным особенностям блоков управления Digital Inverter относится. Первое – это датчик температуры. Блоки управления оснащены выносным датчиком температуры, который регулирует на изменение температуры в 0,1 градусов по Цельсию. Встроенный блок управления Wi-Fi позволяет подключать конвертор к мобильному приложению Homin и управлять им из любой точки мира. А индивидуальное программирование 24 на 7 позволяет задать на каждый час каждого дня недели определенную температуру, соответствующую вашему распорядку дня. Есть несколько заранее установленных программ. Выберите одну из них и установите свое собственное расписание. К примеру, три режима – Comfort, Eco и Anti-Frost. Comfort – это обычный режим, поддерживающий температуру от плюс 10 до плюс 30 градусов по Цельсию. При выборе режима Eco температура, заданная в режиме Comfort, понижается на заданную величину. По умолчанию на плюс 4 градуса по Цельсию. Можно установить это значение в диапазоне от плюс 3 градусов по Цельсию до плюс 7 градусов по Цельсию. Можно даже включать на ночь для сна комфортные температуры ниже, чем в дневное время или на время краткосрочного отъезда. Но в режиме Anti-Frost температура устанавливается от плюс 3 градусов по Цельсию до плюс 7 градусов по Цельсию. Можно использовать при сезонном проживании, чтобы не примерзал дом. Давайте попробуем его по весу. По весу на вскидку до 5 килограмм. Опять же, обогревательный модуль мощностью 1 киловатт. 1,5-2,5 уже будет потяжелее и соответственно по размерам, по габаритам побольше. По техническим характеристикам обогревательных модулей Балу мы пробежались, также по блокам управления. А теперь перейдем от теории к практике. Установим два конвектора в мою мастерскую, подвесим все под ключи и попробуем их в работе. Погнали! На каждом конвекторе сзади сбоку имеется табличка, где прописано мощность обогрева, номинальная мощность, номинальный ток, напряжение, класс электрозащиты, влагозащитное исполнение IP24 и размеры самого конвектора. Сзади конвертера сверху имеется вот такая вот наклейка. Ее нужно снять. Здесь же разъем мама. В блоке управления разъем папа. Подключим блок управления к конвектору, вставив разъем до щелчка. И на винты закрепим блок управления к конвектору. Так, ну все вроде нормально, вставил штекер. Теперь на два винта закрепим блок управления к конвектору. Подключил блок управления к каждому обогревательному модулю. Можем идти в шиномонтажную мастерскую и подвешивать к стене конвекторы. Ну вот, друзья, моя шиномонтажная мастерская, куда я буду вешать электрические конвекторы. Вот одно место под электрические конвекторы и сзади камеры, которые меня сейчас снимают. А прежде чем я повешу, установлю электрические конвекторы, на стену степлером я прибью фольгу изол. Теперь переворачиваем конвектор и цепляем кронштейны. Все, кронштейны четко держатся сзади конвектора. Теперь померяем межосевое расстояние от центра отверстия до центра. 155 миллиметров. Пока что приблизительно отмечаем, где у нас будут отверстия, а потом все это сделаем уже более-менее точнее при помощи рулетки. По уровню все разметили. От самореза до самореза 155 миллиметров. Вкручиваем саморезы. Максимально плотнее к стене, для того чтобы конвектор не болтался. Вот и все, подвесили. Ну вот, друзья, один конвектор установлен. Сейчас вне кадра установлю второй конвектор и покажу вам, как все это выглядит в моей шиномонтажной мастерской. Так, все, повесил я второй конвектор, вот он. В итоге у меня два конвектора, как я и говорил. Один под окном, другой возле двух входных дверей. Друзья, конвекторы устанавливаются очень даже легко и сможет их установить каждый. И я очень рад, что теперь у меня есть в шиномонтажной мастерской отопление. Отсюда будет уходить тепло, поэтому один конвектор я поставил возле дверей, а другой уже под окном. Рядом с балансировкой и рядом с шиномонтажным станком. И как я говорил уже ранее, я приобрел конвекторы по мощности 1 киловатт, что значит максимальное отапливаемое помещение до 15 квадратов. У меня шиномонтажная мастерская, вот это как раз таки 15 квадратов, ну 14,8. Поэтому этих два конвектора за глаза. Можно сказать, они оба будут поддерживать друг друга и работать в энергосберегающем режиме. Ну а сейчас я покажу вам, как конвектор включается. Поставим палец вот на эту кнопочку и держим. Все, конвектор включился. Конвектор уже работает, аж пышет теплом. Сейчас пробежимся по функциям блока управления. 24 это температурный режим, который мы можем прибавлять и убавлять. 30, ну и опять предположим 24. То есть при помощи вот этих вот двух кнопочек мы можем сами задавать нужный температурный нам режим. Вот эта вот кнопочка, это кнопочка включения-выключения функции открытого окна. При помощи этой кнопочки, как я и ранее говорил, мы можем включить и выключить конвектор, какое-то время удержав ее. Вот эта вот кнопочка А сейчас у нас в авторежиме. При помощи нее мы можем переключать режимы. Режим комфорт, режим эко и режим антифрост. Кнопочка М это выбор режима нагрева. Выбор ступени мощности нагрева от 1 до 10. Вот эта вот шкала с палочками была полная. Это когда конвектор работает на всю мощность. Сейчас половина палочек ушло, значит он работает половину мощности. Соответственно температура в помещении приблизительно равна вот этим вот самым числам. 24 градуса. А вот эта вот красная, оранжевая и еще есть зеленая полосочка. При помощи вот этой вот кнопочки мы как раз таки меняем режимы. Комфорт, эко и антифрост. Оранжевый это комфорт. Зеленая палочка будет это эко режим. И синяя палочка будет это антифрост. Красная палочка, которая горит, это значит, что конвектор включен. А буква А это в авторежиме. Также при некоторых настройках может появиться еще значок один, который чуть-чуть похож на молнию. Это индикация функции ограничения потребляемой мощности. Ну и чуть вот выше тут значок подключения к Wi-Fi. Как я вам говорил ранее, что этими конвекторами можно управлять через свой смартфон. Достаточно скачать приложение Human и приконнектить конвектор. Друзья, так-то можно этими батареями управлять тут прям без приложения. Но с приложением удобней. Например, я нахожусь в своей основной мастерской и тут мне позвонили, надо переобуть шины. Я прям со своей основной мастерской через телефон включаю конвекторы, задаю нужную температуру и прихожу уже сюда в теплое нагретое помещение. Очень удобно. Ребят, ну короче установил я приложение HOMEN, но не с первого раза пришлось чуть-чуть разобраться. Оказывается, не так все сложно, все очень даже просто. Попробовал через смартфон понастраивать два конвектора. Попробовал их в трех режимах. Режим комфорт, как я ранее вам говорил, эко и антипрост. Чтобы не затягивать видео, я наверное просто приложу скрины данного приложения. Конвекторы мне очень понравились. Сейчас я установил на двух конвекторах температуру 24 градуса и сравнил по термометру, который висит у меня на стене. Термометр показывает 25, тут же 24. Скорее всего из-за того, что термометр висит сверху. А как мы все знаем, тепло всегда идет вверх. Так что все четко. Ну вот я опять разделся, снял олимпийку. В мастерской тепло, равномерно тепло, воздух не выжигает. Конвекторами я доволен. Остальных оставшихся 8 конверторов я потом, как и ранее вам говорил, установлю свою летнюю кухню с тамбуром и баней. А вот этих вот два конвектора будут греть меня в моей шиномонтажке. Так что, друзья, приобретаем электрические конвекторы. Компактные, аккуратненькие, эстетичные, экономичные, равномерное тепло и никаких котлов, труб и текущих радиаторов. А на сегодня у меня все. И надолго я с вами не прощаюсь. Всем до новых встреч!